Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «День» в студии Марина Стафунина. 14 октября в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 77 регионах России, в том числе в Подмосковье. Мытищинцы выбирали главу района. В течение всего дня съемочные группы нашего телеканала следили за ходом голосования. День голосования в Мытищинском районе ознаменовался на редкость хорошей погоды. Прозрачность нынешних выборов обеспечивалась тремя факторами. Наличием на избирательных участках веб-камер, присутствием в помещениях для голосования наблюдателей от большинства кандидатов и, наконец, установкой комплексов обработки избирательных бюллетеней – КАИБов. Проблем с ними не возникало даже у старшего поколения. При необходимости члены участковых комиссий консультировали голосующих, как правильно опустить бюллетень. Сегодня КАИБы, как положено, по инструкции начали свою работу в 7 утра. Мы их протестировали и в 8 часов приступили уже к стационарному голосованию. Никаких проблем у нас не возникло. Жители подходят, голосуют, опускают бюллетень в сканер. Он их встречает, комментирует, что голосование совершилось. Очень культурно, вежливо прощается. И все жители голосующие довольны и уходят. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. Как всегда, на участках с нетерпением ждали впервые голосующих избирателей. Тех, кому исполнилось 18 лет. В этом году для них подготовили оригинальные сувениры – набор магнитов с изображением достопримечательностей Матищинского района. Утром на свой избирательный участок пришел глава Матищинского района Виктор Азаров. Но первым из его семьи проголосовал сын Алексей – врач Матищинской городской клинической больницы. Старший сын первый проголосовал. Он сегодня с дежурства. Он дежурил в больнице. Мы с супругой проголосовали. Младший чуть попозже. Но младшие поспать любят. Поэтому попозже придет. На должность главы Матищинского района претендовали пять зарегистрированных кандидатов. Виктор Азаров, Андрей Алешкин, Андрей Галышев, Евгений Гамлецкий и Михаил Соколов. Их имена были включены в избирательные бюллетени. Михаил Соколов проголосовал на избирательном участке номер 37, расположенном в 28-й школе. На выборы нужно идти, чтобы обеспечить себе, своим детям в дальнейшем нормальную, хорошую, счастливую жизнь. Мы ее сами выбираем, поэтому должны сами за нее и проголосовать. Кандидат Андрей Галышев, житель микрорайона Леонидовка, голосовал на избирательном участке номер 12 во втором лицее. Для него именно этот день выборов особенный. Сегодня самый важный день, сегодня решается судьба района. И я сам пришел на избирательный участок, все мои друзья, родственники придут на избирательный участок. И в такой день вообще нельзя сидеть дома, нужно приходить, голосовать. И только так можно изменить судьбу нашего района, сделать нашу жизнь лучше. Школа новостройка номер 31 в микрорайоне номер 15 была открыта полтора месяца назад. В середине дня ее посетил летчик-космонавт, герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалев. Как лидер общественного мнения он посмотрел, как организовано голосование, обратил внимание на новое электронное устройство КАИБы. Выборы проходят очень спокойно, открыто. Стоит новая система голосования, которая позволяет сразу обрабатывать бюллетени. Поэтому каждый видит, куда его бюллетень падает. Поэтому я даже не вижу, что здесь какие-то проблемы могут возникнуть. Сделано все, чтобы этих проблем не было. Визит космонавта стал событием для всех работников учебного заведения. Сергея Крикалева провели по школе, показали просторные классы, бассейн. Он высоко оценил и само помещение, и его оснащение. Галина Данилова, Татьяна Захарова, Марина Стафуина, Константин Бондаренко, Максим Ханкишев, Константин Химичев, ТВ Матищи. Результаты выборов главы района не заставили себя долго ждать. Благодаря использованию КАИБов уже около 9 часов вечера в городском поселении Пироговский подвели предварительные итоги голосования. Более 80% голосов жители поселения отдали Виктору Азарову. С избирательных участков, расположенных в Доме культуры Подмосковья, репортаж Александр Лощиц. Сомневаться в открытости выборов не пришлось даже самым опытным наблюдателям. В ДК Подмосковья были размещены три избирательных участка номер 77, 78 и 79. Все помещения оснастили камерами. На каждом участке присутствовали наблюдатели. Были соблюдены все меры безопасности. Ровно в 8 часов утра участки были открыты, и первые избиратели могли выполнить свой гражданский долг. Главной особенностью этих выборов стало наличие КАИБов, позволяющих распознавать информацию, благодаря которым время обработки бюллетеней сократилось в разы. Кроме уже нам знакомых видеокамер, видеонаблюдения, у нас имеются еще и КАИБы, установленные КАИБы, которые обрабатывают результаты бюллетеней. Конечно, устройство новое для нас, но первым избирателям, уже по мнению первых избирателей, видно, что им нравится, когда с ними здороваются, когда их благодарят за то, что они сделали. Конечно, такого раньше не было. Самыми активными избирателями в городском поселении Пироговский оказались представители старшего поколения. Для людей, не имеющих в силу физического состояния возможности прийти на избирательный участок, организовали голосование на дому. К восьми часам вечера явка на некоторых участках, расположенных в Доме культуры Подмосковья, превысила средние показатели по району. По словам наблюдателей, выборы здесь прошли без нарушений. В целом, достаточно спокойно, без больших таких нарушений. Ну, мелкие недочеты, конечно, есть, но они не носят какого-то принципиального характера. Фамилии кандидата в бюллетенник располагаются в алфавитном порядке. Виктор Азаров был первым в этом списке и оказался лидером по количеству голосов, которые отдали за него жители городского поселения Пироговский. Александр Лощец, Александр Славин, ТВ «Мутищи». Сельское поселение Федоскинское – самая большая и удаленная территория Мутищинского района. Там было сформировано шесть избирательных участков, один из которых располагался в Марфинской школе. О том, как голосовали сельские жители, рассказывает Надежда Трифонова. В сельском поселении Федоскинское было организовано шесть избирательных участков. Их оборудовали комплексами обработки избирательных бюллетеней. А с помощью камер, установленных еще перед выборами в Мособулдуму, желающие могли наблюдать за ходом голосования через интернет. Для того, чтобы жители удаленных деревень не остались в стороне, традиционно были организованы выездные бригады. Проголосовать на дому также предоставили возможность и людям с ограниченными возможностями. Желающих проголосовать очень много. У нас в основном и молодежь, и пожилые люди, которые хотели бы поучаствовать. Поэтому мы активно принимаем их заявки и ездим по деревням. Только в комиссию избирательного участка номер 88, находящемся в Марфино, административном центре сельского поселения Федоскинское, поступило 37 заявлений с просьбой прислать выездную бригаду. Остальные избиратели самостоятельно добрались до Марфинской школы, в здании которой и был расположен участок. По Киевской дороге очень далеко уже приехала с переделки, чтобы проголосовать. Избирательные участки открылись рано утром в 8 часов. И почти сразу на пороге Марфинской школы появились первые посетители. А мы раньше после дойки ездили, дойку кончим и поедем. В деревнях ездили на бричках, вот бричку, и все сядем и с песнями идем. А сейчас что? Сейчас боятся, наверное, 3-6 часов никого здесь нету. Я как-то рано приходила. Более 300 человек нашли время в выходной день, чтобы прийти на избирательный участок номер 88 и сделать отметку напротив фамилии одного из пяти кандидатов. Надо, как же, сейчас такое время, что надо все за себя отвечать. Ну, как бы, живу в этой местности, и мне не все равно, кто будет работать здесь. А вдруг мой голос будет нужный? Вот иду. Выборы в сельском поселении Федоскинская прошли без нарушений. Ровно в 8 вечера электронные устройства прекратили прием бюллетеней, и комиссия приступила к процессу формирования данных для оформления протокола. За ее работой пристально следили наблюдатели. Итог таков. Большинство избирателей, прикрепленных к участку номер 88, проголосовали за Виктора Азарова. Надежда Трифонова, Максим Назаров, ТВ Матища. Несмотря на то, что повсеместно были установлены электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней, на пяти избирательных участках осуществлялся еще и контрольный подсчет голосов вручную. Участки были выбраны путем жеребьевки в соответствии с постановлением Центра избиркома Российской Федерации. На закрытии участка в школе 31 присутствовала и наша съемочная группа. Ровно в 20.00 закрылись избирательные участки. Члены участковой комиссии приступили к процедуре подсчета голосов. Из выносной урны для голосования достали бюллетени и внесли их в Каибы. Далее – дело техники. Каиб обрабатывает данные и можно выводить результаты на печать. Идет считывание и все бюллетени от голосования будут распечатаны нам в экземпляре и сделаны три копии по заявлению наблюдателей и членов партии. Далее были подсчитаны неиспользованные бюллетени. Их по правилам гасят, отрезая нижний левый угол. Теперь членам комиссии предстоит проверить результаты Каиба, подсчитав голоса по старинке. Пять избирательных участков района по итогам жеребьевки были выбраны для проведения этой контрольной процедуры. Результат ручного подсчета совпал с результатом Каиба. Техника не подвела. Остается подписать протокол и направить данные в территориальную избирательную комиссию. Сегодня в интервью нашей съемочной группе председатель территориальной избирательной комиссии Валерий Конягин рассказал о результатах голосования. На выборах главы Мутического муниципального района 14 октября 2012 года победу одержал действующий глава Заров Виктор Сергеевич. Он набрал 79,79% голосов всех проголосовавших избирателей. На втором месте Соколов Михаил Васильевич 6,12%, на третьем месте Гамлицкий Евгений Юрьевич 5,02%, на четвертом месте Галышев Андрей Игоревич 3,09%, и на последнем месте замыкает таблицу Алешкин Андрей Владимирович 2,81%. То, что касается явки населения, явки избирателей, она составила чуть более 16%, если брать по аналогии с прошлыми выборами, это несколько больше. С точки зрения действий сотрудников полиции, правоохранительных органов, порядок был обеспечен полностью, выборы прошли организованно, без нарушений, Жалоб практически ни одной не было, за исключением одной жалобы, и она уже, так сказать, нашла свой ответ, и с точки зрения прокуратуры, и территориальная комиссия отреагировала соответствующим образом. Выборы признаны состоявшимися и действительными. После закрытия избирательных участков в областном пресс-центре по выборам с журналистами встретились вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов и члены общественной палаты, которые на выборах являлись независимыми наблюдателями. Обсуждался процесс голосования в городах и районах Подмосковья. До начала пресс-конференции о ходе выборов в муниципальных образованиях Подмосковья перед журналистами выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка главного управления МВД по Московской области Андрей Захаров. Он отметил, в частности, что непосредственно в сам день единого голосования в органы правопорядка поступило более 20 заявлений по фактам различных нарушений. 16 из них касались городского округа Хинки. Всего на 452 избирательных участков задействовалось 1470 сотрудников, которые обеспечили охрану общественного порядка. Каких-либо серьезных инцидентов за время голосования и за время подготовки к проведению непосредственно дня голосования не допущено. Всего обеспечивало охрану общественного порядка на территории Московской области, именно в тех районах, где проходили выборы, 2763 сотрудника. В целом, как было озвучено на пресс-конференции, серьезных нарушений и инцидентов во время проведения выборов зафиксировано не было. Большинство избирательных участков были оборудованы видеокамерами и комплексами автоматической обработки избирательных бюллетеней, что полностью исключало использование так называемых грязных технологий, как, например, подлог и вброс бюллетеней. Не было никакого административного давления в пользу тех или иных кандидатов. И вся работа свелась к тому, чтобы граждане Московской области могли свободно обозначить свое волеизъявление и при этом отдать свои предпочтения сообразно тем программам, с которыми знакомили кандидаты. Наблюдатели также отметили невысокую явку избирателей на муниципальных выборах. Его резили общее мнение, что жители региона, которые пришли в единый день голосования на избирательные участки, знали наверняка, за какого кандидата отдадут свои глаза. Катерина Келлерова, Максим Ханкишиев, информационная программа «День». Эфир телекомпании ТВ «Мытища» можно смотреть в режиме онлайн. Новости программы и спецпроекты на нашем сайте www.tvmyt.ru На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин